С учетом требований 1 сентября у нас случились изменения в законе рекламы, и, соответственно, нам важно это знать. Мне только инвентаристная язву Минный Листу, 16 лет в юриспруденции, 9 лет, с которым специализируются учебные только на онлайн-бизнесе, онлайн-школах, работал по многим известным предпринимателям интернета, Михаил Кристосенко, Северо-Транс-Школы, выступал на их мероприятиях, и, зная, у них услышали, что такое инфомаркетинг, соответственно, реклама. Поднимите руку, кто у нас рекламируется различными пиар-методами, продвижением по плану рекламы и так далее. В общем, мы все здесь это делаем. И предыдущие спикеры нам рассказали, как это делается, а я даже раз это делал недавно. И, соответственно, изменения в законе, которые произошли 1 сентября, актуальны для всех. Наши изменения касаются маркировки рекламы. Такое интересное, чудесное, загадочное слово, которое означает одно. Первое. Любой рекламный креатив, сделанный на платной основе, должен быть промаркирован рекламой. Вы, наверное, уже заметили, в Яндексе, Телефер, и так далее, они уже используют эти пометки. Второе. Перед публикацией такого рекламного креатива мы должны получить для него идентификат или токен, или код от оператора рекламных данных. Без этого никакая реклама не будет запущена. И, соответственно, ваш рекламный креатив должен показать, кто же рекламируется, какой бизнес, с какими контактными данными и так далее. Исключение составляет и не маркируется e-mail рассылка по вашей базе, пуш-ведомления, ну и теле- и радиоэфир, где можно сказать, у нас там другая тематика регуляторов. К маркировке рекламы относятся любые рекламные креативы. От текста видео, аудио, 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 реклама, реклама в мессенджерах тоже очень был сильный бум в последнее время в Телегаре. И для интеграции в блогах ваших подрядчиков, блогеров и так далее. Ну и не является рекламой, естественно, тоже не маркируется то, что может рекламироваться на ваших собственных сайтах, поэтому с конца, да, это ваша собственная публикация на сайте, сайт объявлений и поискового выдача сел. Зачем здесь все нужно? Чтобы был контроль. Все должно быть прозрачно, все должно быть в доступе для наших регуляторов. Федеральная логовая служба, Федеральная логовая служба и Роскомнадзор, который следит за безопасностью наших персональных данных. Здесь тоже были очень большие изменения, но не тем сегодняшним выступлением. И, соответственно, моя задача, 6-2, как это делать просто, как они не разбираться в этом, как говорит мой любимый, кстати, фонтаст, ну-гейминг. Все просто, естественно, шаг. Кстати, очень его рекомендую для обмавочивания сними, там есть чудесные произведения, как и дядя. Кого касается вашей макировки? Прежде всего нас, бизнесменов, которые рекламируются. Это рекламодатели. Второй, это те, кто распространяет рекламу. Блогеры, рекламные агентства, различные площадки, оператор рекламной системы типа Яндекс, ВК и так далее. И те, кто будут нас контролировать в ОРД, это оператор рекламных данных, кто присваивает код или институтатор, и единый реестр интернет-рекламы, который собирает всю информацию, что мы должны, собственно говоря, после маркеровки предоставить. Идем дальше. У нас нет пока еще утвержденного списка. Я специально смотрела, кто же эти ОРД, какая только кандидата. Но, как видно, здесь есть Закон ВК и Яндекс. Я про него буду говорить, про них буду говорить чуть позже. Очень круто, что они есть, потому что с ними мы уже не имеем проблем по маркировке. Запускаем граничный рекламу в ТГ, ВК или в Яндексе, и, соответственно, получаем наши религиозные заявки. Как обычно это должно строиться по Закону? Хоть ты пользуешься рекламой ВК, хоть работаешь блогером. Участник, кем бы он ни был, рекламодатель или рекламодатель в блоге, должен подать информацию о том, что я существую, оператору рекламу дам. И на каждый рекламный креатив получить необходимый код. И только после этого с моменты рекламы запустить его от обороны. И, соответственно, получать виды. По окончанию календарного месяца мы должны подать отчет. Либо сам блогер или рекламное агентство, либо я как бизнесмен. О том, сколько я потратила на подрядчика, сколько я потратила на рекламный бюджет, и какие статистики у меня были. По просмотрам, по площадкам и так далее, по сетям и прочее. То есть мы показываем все, все поднагодно нашего бизнеса. Какие рекламные креативы мы использовали, кто участвовал в рекламной цепочке, вплоть до логогового и так далее. И статистика с точностью до площадки. Я специально прошла в мой рекламный кабинет ВК. Здесь вопрос, на самом деле, поменялась только одна информация, касающаяся того, о каком я должен быть менеджер. Как только я заполняю информацию, я могу пользоваться рекламными средствами ВК и, соответственно, не переживать, что мне должны дополнительно платить и идти и сдавать. Это все сделает ВК, потому что ВК является самой площадкой операции рекламных дам одновременно. А вот если ты работаешь блогером, кто не имеет выхода ВК на прямую даму, нужно сначала зафиксировать с ним все отношения официальные договоры, обязательно должны быть. В этих договорах должны быть прописаны все обязательства по тому, что кто будет делать маркировку, кто будет отчитывать и так далее, кого ответить и прочее. И, пожалуйста, актуализируйте ваши данные на сайте. Это описать оферты и политические сайты. Я уже говорила, что там есть большие изменения. Тем не менее, наша информация на сайте рекламного рекламодателя должна быть актуальна, потому что тут есть очень много таких требований. И так себе это же не получится. У нас целый специальный операция рекламных дам для того, чтобы смотреть, где же эта реклама, которая не прошла в него маркировку. И, соответственно, если вы будете выявлены, в этом случае ее зарпланят, то вам может прилететь беспощадный штраф. Наша ответственность достаточно решает. Говорят, что не будут привлекать до марта 23-го, но официально данных об этом нет, никаких решений нет. И я, соответственно, вам рекомендую все предусмотреть. Потому что кроме еще таких штрафов по рекламе, могут быть выполнены по профессиональным данным, по оферте и прочее. Я специально подготовила чек-лист и диагностики. Чек-лист обязательно получается у меня в боте. Либо напишите мне в социальных сетях. Там я подробно расписала, что нужно будет считать, что нет. И приходите ко мне на экспресс-аудит. Я посмотрю, что у вас договоры с подрядчиками, если вы влоги. И как лучше всего сделать так, чтобы вы не попали в те листы, которые отловили вам штрафы для 500 тысяч. Это все. Спасибо. Спасибо.